Я все еще не понимаю, чего вы тут все на канале ждете, но коль уж вы тут, я не могу с вами не поделиться пятью крутыми инди-играми, которые мне удалось раскопать недавно. Меня, как обычно, зовут Дмитрий, и я приветствую вас в очередном выпуске еженедельного дайджест-обзора отечественных инди-игр в разработке. Готовьте чай и печеньки, устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра, поехали! Открывает выпуск проект под названием Active Neurons Wonders of the World, разрабатываемый командой Usanic на Unity. Это головоломка слэшер, как говорится на странице в стиме. У нас есть квадратик, который нужно привести к шарику. Для этого мы можем направлять своего героя в любые стороны, но с условием, что он не может останавливаться самостоятельно, а упирается в препятствия. Тысячи головоломок с такой механикой уже было сделано как на мобилках, так и на ПК. Данный экземпляр отличает приятный визуал, музыка и хорошее кривое нарастание сложностей. От каких-то элементарных вещей, которые решаются сами собой, мы доходим до каких-то невообразимых комбинаторных уровней, которыми пугает своих игроков в трейлере автор игры. По дороге появляются переключатели, которые сдвигают определенные блоки. Шипастые красные ловушки, которые задевать не стоит. Всякие телепортеры, сдвигатели, уничтожители красных блоков, ускорители и черти знает что еще. Игра доступна бесплатно в стиме с платным DLC с набором дополнительных уровней. Думаю, это вполне подходящая система монетизации для подобного проекта. Правда, судя по 49 отзывам за полгода релиза игры, зашло не очень. Но я даже не представляю, как можно маркетить подобную игру. Разве что на форумах упоротых любителей головоломок. В отзывах есть жалобы на то, что игра содержит достижения, получить которые можно только через платное DLC. Учитывая, что сама игра бесплатная, полагаю, что это приемлемая практика. Нечего вестись на халявные ачивки. Ну и по итогу хочу сказать, что игра как минимум стоит того, чтобы ее попробовать бесплатно по ссылкам в описании. Следующий проект называется «Серость» и разрабатывается командой «Проводник Геймс» на Фейзере. Это интерактивная драма о поиске счастья. Визуальная новелла, в которой пока что не очень много визуала, но вполне себе неплохая новелла. Тут у нас есть некая мрачная антиутопия с огромными автономными шагающими роботами техобслуживания, смертоносными гейзерами и в целом эдакий low-tech, low-life. В мире игры люди должны выбирать себе профессию на основе вывода некой программы, которая оценивает потенциал человека. Главный герой – некий паренек по имени Кирилл, которого всеупорно называют Киром. Он должен выбрать себе профессию, в чем ему помогает его мать. Они отправляются в путь в соседний город, чтобы мальчик мог сделать свой судьбоносный выбор. Примечательно, что в игре аж 5 концовок, определяющих дальнейшую судьбу Кирилла. Мне посчастливилось получить одну из редких концовок, которая есть только у 9% игроков. В целом, написано легко, читается приятно и местами даже смешно, несмотря на общую угнетающую атмосферу мира. Проект обладает наградами «Самая инновационная игра GamesCup 2019» и «Обладатель XYZZY Awards 2019» в номинации «Best Use of Multimedia». Текущая версия игры доступна абсолютно бесплатно через ВКонтакте. Авторы продолжают работать над улучшением графики, истории и готовят версии для Стима и мобилок. Далее, проект под названием «Undercut», разрабатанный командой Sparky Tail Games на Unity. Это 2D-платформер про пса-подпольщика в мире антропоморфных животных, угнетаемом диктатурой кошек. Котофеи захватили власть в некогда процветаемом равноправном государстве. И теперь животный мир разделился на два лагеря – свободолюбивых повстанцев и тех, кто предпочел прогнуться под котов. Мы играем за пёселя, который при всем прочем не является жертвой в этой охоте. Он способен брать вражеских патрульных котов, вытряхивать из них лут и швырять куда подальше. Есть на стороне врага и более опасные противники, например, медведи. С ними уже так просто не справиться, а придется проявить хитрость и прятаться от них в кустах, либо вырубать метким броском тяжелого предмета точно в темечко. Игра в целом представляет из себя намор уровней мини-открытых миров, в которых нужно выполнять набор заданий, неважно в каком порядке. Для поиска цели игрок может использовать собачье чутье, которое показывает еще и секретные секреты на уровне. Собираемые по пути монеты можно потратить на разные ништяки, типа дополнительных аптечек на задание, картонного пса, который будет отвлекать внимание противника, или бомбы. Тут еще и в коопе можно с другом играть и получать таким образом неожиданные преимущества над супостатами. А как мы все прекрасно знаем, вместе с друзьями интересно даже на сохнущую краску смотреть. Это уже не говоря о том, что граффон тут отличный, именно такой вот теплый ламповый пиксель-арт мне по душе. Короче, игра на пятерочку. Запланированная дата выхода 2021 год, но у нее уже есть бесплатная демка, которую можно с удовольствием погонять с другом на одном компе. А я в очередной раз напоминаю вам, что у меня нет больше никакого патреона, и мне нельзя задонатить ну вообще никак. Не нужна мне ничья поддержка, и даже репостить и лайкать видос я просить не буду. Так что просто наслаждайся просмотром. Потом расскажешь, каково это, когда ютубер ничего не клянчит. Следующая игра называется Слования, и разрабатывается командой Frostleaf Games на Unity. Это 2D-экшн-платформер с элементами метроидвании, про доброго молодца Алешу, крестьянского сына, волею судеб оказавшегося на царской службе с магическим копьем в руках. Сами авторы позиционируют свою игру, как 2D Dark Souls в мире сказок Древней Руси. В игре разветвленные уровни, которые тупо интересно исследовать и находить запрятанные ништяки. Прикольные диалоги, интересный сказочный мир, сюжет стартует с места в карьер. Мы тут же знакомимся с местным купцом, на чьей телеге сваливаем от пытающегося нас сожрать змея Горыныча, попутно метая в последнего копья. Заканчивается это все аварией на подступах к стольному граду, в котором нас и вербуют на государеву службу. Короче, ребята знают толк в динамике повествования. Плюсом к этому всему офигенная система охоты на боссов. Нужно выходить на некую локацию и искать босса по следам и приметам. И когда вы уже уверены, что на следующем экране вас поджидает босс, нужно встать перед проходом и протрубить в охотничий рог, вызывая постылого супостату на битву ратную. Ну и там уж разбирать его по кусочкам, соответственно, его слабостей. Выглядит игра, как вы сами успели убедиться, более чем приятно. Вся в стиле русских сказок. Механика управления и боевка крайне отзывчивы и понятны. Копье можно махать в разные стороны, выписывая красивейшие пируэты. Также его можно метать в противника и в землю, создавая тем самым себе платформу для взбирания выше. После использования копье можно проманить к себе, и оно, как в последнем God of War, покорно вернется в ваши руки. Тут реализована система чекпоинтов и сохранений, завязанная на смене дня и ночи, но я не до конца разобрался, что там чё почём. Игра имеет бесплатную общественную демку, которую вы просто обязаны попробовать до её релиза в 2021 году. Далее, игра под названием Монумент, разрабатываемая товарищем Дракс на Юнити. И это тот самый олдскульный шутан в стиле Квейка и серьёзного Сэма, который был у нас в самом первом выпуске обзора, прости господи, 6 лет назад. Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Меня, как всегда, зовут Дмитрий. Сегодня у нас необычный опыт. Сегодня я хотел бы рассказать вам о некоторых проектах на форуме gmdf.ru. Автор не унывал и с тех пор переписал весь проект с нуля. Выпилив некоторые фичи типа перетаскивания предметов, ускорив общий темп динамики игры и замутив интересные разветвлённые уровни. Не без нареканий, конечно, но намного лучше, чем было раньше. Кстати, во все обозреваемые игры мы с вами погружались на стримах в поисках хороших инди-игр. Если вы заметили, что в этом выпуске я какой-то особо добрый и даже не поливаю игры говном, то это только потому, что весь негатив я высказывал именно на тех стримах. Да и игры, представленные в этом выпуске, были отобраны как самые лучшие из того, во что мне регулярно приходится погружать руки. Так что, если вы хотите больше инди-денища, прошу проследовать в направлении подсказки в верхнем правом углу. В добрый путь. Вернёмся к монументу. Автор добавил сюда телепорт ган, позволяющий телепортироваться в любое место, куда был произведён выстрел, распрыжку, как в нашем любимом квейке, и донор-станции, где можно обменивать небольшое количество собственной крови на патроны. Короче, получился вполне себе олдскульный бодрый шутан, на который сейчас, кстати, скидка 75% до 11 мая. Он и так стоит 60 рублей, а тут вообще грабёж. Слушай, ты чего тут всё ещё делаешь? Ладно, коли уж ты тут, то поставь дизлайк и отпишись от канала. Этим самым ты решишь сразу две мои проблемы. Во-первых, приставучие скупщики ютуб-каналов перестанут донимать меня в сообщениях группы ВКонтакте. А во-вторых, если отпишется достаточное количество человек, совесть перестанет меня мучить, и я наконец-то смогу спокойно ничего не делать для канала и окончательно забросить его. Так что сделай правильный выбор.